МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Местиваль «Апельсиновая береза» вернулся в Десногорск. Приятно вновь выходить на прекрасную смоленскую землю. Русский жим. Испытание на выносливость десногорских спортсменов. Был готов все равно в тройку попасть, но не ожидал, что займал первое место. 27 апреля в Десногорском историко-кровеческом музее открылась выставка «Фотоводцы Победы» военно-морской флот в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция открыта совместно с Десногорским морским собранием и посвящена морякам, которые героически отстаивали морские рубежи своей родины. Эта выставка организована нашим председателем Терентием Александром Арефьевичем во знаменование очередного праздника – Дня Победы. В основе выставки уникальный материал – имена, достижения и биографии советских адмиралов военно-морского флота. Долгое время эта информация оставалась засекреченной и только после распада Советского Союза стала доступна широкой аудитории. Но адмиралов у нас в Советском Союзе, вот здесь сказали уже больше 100, их было 149 человек. Первыми зрителями выставки стали ученики средней школы номер 3 и юно-армейцы. От ветеранов морского отдела они услышали о главных событиях в истории военно-морского флота, о боевых возможностях кораблей, которые наводили страх на противников. У нас был лозунг морской пехоты. Там, где мы, там Победа. И немцы в Великой Отечественной Ину нас называли Чёрной Смелью. Выставка открыта до 1 мая, после чего отправится в другие города региона. Организаторы планируют передать выставочные стенды и в другие города бывшего Советского Союза, где существуют морские собрания. 24 апреля в Центре культуры и молодежной политики прошел 4-й Всероссийский фестиваль «Смотр современного искусства». Апельсиновая береза – это конкурс многожанрового и креативного творчества, в котором соревнуются не только дети, но и взрослые. Участники обмениваются опытом и навыками в различных видах искусства, экспериментируют с новыми формами, стилями и приемами в творчестве. И всегда это праздник, это буря эмоций, особая атмосфера. Я уверена, что и сегодня наши участники приготовили нам яркие, незабываемые номера. В этом году конкурсная программа включала 4 номинации – «Театр», «Театр мод», «Вокальное творчество» и «Художественное слово». В целях безопасности количество заявок на участие ограничили, но организаторы постарались включить в фестиваль как можно больше желающих. Судя по тому, что я вижу, участников достаточно, несмотря на то, что такой был сложный впереди этап, я имею в виду, и пандемия, и все, но все возвращается. Оценивала конкурсантов звездное и профессиональное жюри из Москвы. Актер театра и кино Андрей Нагорнов, режиссер-постановщик и опытный балетмейстер Татьяна Пантелеева. Членом жюри выступила и руководитель проекта «Апелестиновая береза». Солистка антрепризы, Содружество артистов московской береты, педагог детского вокального ансамбля «Звездный путь» и руководитель вокально-театрального проекта «Максим Юзик» Ирина Максимова, город Москва. Фестиваль посещает Десногорск не в первый раз. Некоторые творческие коллективы города даже путешествовали вслед за фестивалем в другие регионы. Конкурс также проводится в Республике Беларусь. 24 апреля уже в четвертый раз в Десногорске прошли соревнования по русскому жиму. Желающие испытать свои силы собрались на берегу Десногорского водохранилища в спортивном клубе «Атом». Русский жим – разновидность штангового спорта, но у него есть своя особенность. Участники соревнуются не во взятии максимального веса, а в поднятии фиксированного веса с наибольшим количеством повторений. Чем он замечательен? Тем, что веса небольшие, поэтому травмоопасность соревнований снижена, и спортсмены соревнуются в силовой выносливости. В этом году в чемпионате зарегистрировались 26 участников, в том числе 4 женщины. Спортсмены выполняли упражнения «жим лёжа» за 4 минуты. Вес штанги для мужчин составил 55 килограммов, а для женщин – 20. При сравнении женских результатов была отмечена интересная особенность. У них, конечно, вес штанги меньше, но по количеству раз они мужчин побеждают. Награждение строилось по нескольким номинациям – мужчины, женщины, а также возрастные группы до и после 40 лет. Один из победителей – Анатолий Штифонов. По его словам, на победу он не рассчитывал. Однако, десятилетний опыт тренировок со штангой дал свои плоды. Анатолий смог толкнуть 55-килограммовый снаряд 85 раз. Как результат – первое место. Я, честно, не знал всех соперников и свои результаты не знал, так как я никогда не выступал по данному троеборю. И я был готов все равно в тройку попасть. Но не ожидал, что займу первое место. Такие соревнования проходили уже в четвертый раз и стали рекордными по числу участников. В конце выпуска о погоде 30 апреля в Десногорске пасмурно, дождь. Днем плюс 12, ночью около плюс 2. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!